В нашей студии в дополнительном еще качестве, как члена президентского совета по правам человека, оно вам зачем нужно? Зачем? Наверное, больше полномочий все-таки. Я считаю, что когда мы отправляем запросы просто как журналисты, их можно игнорировать. Но когда в то же следственное управление приходит запрос от члена СПЧ, проигнорируя его, он, по сути, получается, игнорирует президента. Поскольку мы вот сейчас глаза и уши его во всем, что касается прав. Ведь каждого из нас утвердило своим указом президент. То есть это как та же примерная история, как, например, гаишник останавливает машину, из салона показывается какая-то корочка, гаишник должен не испугаться и человека отпустить. И статус члена Совета по правам человека должен работать примерно так же, наводить ужас на чиновников. Ну, не то чтобы ужас. Позволите нам заставить их работать. К сожалению, сейчас они очень с трудом реагируют на какие-то наши обращения. Что касается журналистских запросов, мне кажется, мы подошли к какому-то периоду катастроф. И вот истинно говорю вам, потому что очень часто в своих работах, в своих расследованиях я внизу прямо пишу. Прошу считать это официальным обращением в Генпрокуратуру, в Следственный комитет, ФСБ. Никто не отвечает. Это просто потрясающе. Смотрите, как я понимаю, у членов СПЧ две насынули функции. Первое, о чем вы говорите, это тыкать в чиновников, чтобы они какую-то информацию давали, объясняли эти или иные ситуации. Вторая функция – это доносить какую-то информацию до президента. Вы уверены, что в СПЧ у вас лично будет возможность на каких-то заседаниях, которые не так часто проходят, какие-то события до президента доносить? Я думаю, да. Потому что прошлый опыт таких заседаний показывает, что это возможно. И очень часто президент был просто поражен тем, что им говорили члены СПЧ. Он не знал о тех нарушениях, которые систематически происходят в нашей стране. Поэтому в этом смысле, конечно, полномочия есть. То самое главное, мы можем выезжать, по сути, в любую точку страны, что бы это ни было, и нам должны открывать двери и показывать. Потому что иногда бывают жалобы настолько страшные, настолько сомнительные, что не знаешь, где правда, где ложь. И вот как раз возможность попасть на место, члены СПЧ обладают такой возможностью. И там разобраться уже, и дальше вынести какое-то свое решение. Плюс члены СПЧ, кстати, разрабатывают законопроекты, которые улучшают права граждан. И вот буквально перед тем, как к вам приехать, нам всем разослали очередной такой законопроект. Я его прочитала и дала свой отзыв. Он просто потрясающий. О чем, если не секрет? Он о делах по экстремизму. Я считаю, что если его примут в том варианте, в котором его разработали члены СПЧ, то огромное количество фейковых дел просто невозможно будет даже довести до суда. 11 декабря первое заседание должно состояться, насколько я понимаю. Если вам предоставят возможность выступить, вы с чем готовы обратиться к президенту и к собравшимся? Вы знаете, если бы мне предоставили возможность такую, я бы, наверное, сказала, что надо все-таки переставать закручивать гайки, потому что у нас как получается, что одной рукой у нас силовики закручивают, а второй рукой с помощью правозащитников их как бы раскручивают. Так вот я считаю, что в принципе не нужно, наверное, жестить нигде, потому что тем самым, получается, мы не доверяем нашим гражданам. И огромное количество новых законов, которые все принимаются и принимаются. Знаете, в чем проблема? Так и президент говорит, перестаньте закручивать гайки, давайте их раскручивать. И на деле ничего не делается. Просто, ну вот, СПЧ же не сегодня придумали, не сегодня он начал работать. И полномочия, в общем, тоже новых полномочий у членов СПЧ нет. В общем, мы с Соломиным сейчас вас будем отговаривать и убеждать, что все это бессмысленно. Во-первых, уже поздно в любом случае, во-вторых, всегда нужно пробовать. И всегда, если появляются какие-то новые инструменты, механизмы, нужно их использовать. Здесь никаких сомнений быть не может. А уж там, знаете, из серии «Дорогу оселит идущий», стучитесь и вам откроют. Я правильно понимаю, что члены СПЧ, они разбирают в себе сферы деятельности, да? Да, да, да. Те вещи, те сферы, которые они будут курировать. За вами это общественное наблюдение за ФСИН. Да, я думаю, не просто за ФСИН, а в принципе за местами, где принудительно содержатся наши граждане. Это огромное количество спецприемников, куда повезли Льва Пономарева. К сожалению, честно говоря, для меня эта новость была просто шокирующей. Потому что я много чего ожидала, но чтобы такого уважаемого правозащитника, даже если он где-то там не поступал так, как требуют все особенности, все детали закона, но тем не менее, хотя бы из уважения к тому, что он сделал. Ну, дальше члены СПЧ, они в принципе, как мне кажется, имеют такой статус, который все-таки позволяет уважительно относиться к тем решениям и к тем высказываниям, которые из их уст выходят. Это важно. Потому что, ну, кто если не мы? И всегда должны быть люди, должны быть альтернативные точки зрения, взвешенные, конечно же, которые вот могли бы кого-то остановить. Мне очень хочется, чтобы останавливать силовиков. Что касается меня, я просто очень много провожу журналистских расследований, поэтому я думаю, что в СПЧ было бы полезно, в том числе вот с этой точки зрения. Часто истории, которые попадают туда, они требуют такого расследования. Хорошо, что там есть у нас масса экспертов в юриспруденции, очень много адвокатов. Там теперь Генри Резник, к чему я просто вот несказанно рада, потому что, на мой взгляд, в некоторых делах лучше, чем он, в принципе, никто не может разобраться. Я считаю, что его вклад именно как адвокатов в правозащиту очень велик. И очень громкий голос. Ты в буквальном смысле и фигурально выражаешься. Ну, фигурально я бы не сказала, потому что я считаю, что по некоторым громким делам, его негромкий, как вы говорите, голос... Громкий, я говорю, громкий голос, да, что он заметный человек. Да, очень заметный. Ну, я думаю, что это потому, что он очень взвешенный, и действительно он выверяет каждое свое слово. Если уж оно звучит, оно как будто вот как гвоздем, да, прям приколачивает всех тех чиновников или правоохранителей, которых он критикует. И самое главное, вот я считаю, что в некоторых делах последнего времени, которые для нас тоже были таким шоком, он сыграл не последний ролик, когда эти дела потом закрывались, и люди освобождались из СИЗО. А кто вам предложил войти в состав Совета по праву человека? Председатель Совета Михаил Федотов. Никакие, ну, другие люди к вам в этом совете не обращались? Нет, я так понимаю... Я не могу повышать свой статус как раз в качестве правозащитника, потому что члены УНК, во-первых, имеют ограниченные полномочия. Мы можем действовать только в пределах своего региона. Соответственно, когда мне поступают жалобы даже на тюремную систему или на то, что там где-то в полицейском участке кого-то избили, но произошло это, скажем, в Оренбургской области или во Владимире, где угодно, я ничего не могу сделать, потому что меня туда, во-первых, не пустят, во-вторых, на мои запросы будут не отвечать, потому что, ну, собственно, какие полномочия я имею, я не участник процесса. Я не являюсь там ни прокурором, ни кем-то еще. И вот в данном случае как раз СПЧ оно помогает охватывать всю страну. Правозащитница ваша коллега Зоя Светова, тоже журналист, напоминает, что Елена Масюк не включена в новый состав. Совет статьи Масюк в новой газете о пытках в колониях и о коррупции в системе. Все им очень не нравятся власти. Почему Елену не включили в новый состав СПЧ, нетрудно догадаться. Пишет Зоя Светова в новом составе СПЧ. Много людей, которых я уважаю, но я считаю, что сегодня бессмысленно, а главное, вредно оставаться советниками Путина. Вы знаете, мне кажется очень важным, что в новый состав СПЧ вошло очень много творческих людей. Вот это режиссеры, это журналисты. Дело в том, что иногда, наверное, от нас не нужно каких-то конкретных действий, а достаточно того, что у нас есть оружие слова. И мы имеем возможность с помощью творчества так подать проблему, вот чужую боль, во-первых, воспринять самим, и потом донести ее и до общества, и до президента, и до силовиков, чтобы остановить вообще вот этот маховик в те жернова, которые переламывают судьбы. И я очень надеюсь, что, допустим, мы уберем все запросы, уберем то, что мы там можем президенту раз в год что-то сказать. Просто хотя бы наше высказывание с помощью тех доступных нами средств творческих, которые есть. Там у режиссера это, может быть, картины какие-то, да, там мультфильмы. Я могу там статьи писать, кто-то там, не знаю, стихи. Кто-то будет рисовать картины, может быть, в защиту людей. Все это вместе будет способствовать тому, что жить хотя бы будет чуточку легче. Вы общались с Путиным до этого? Нет, никогда. У вас какое отношение Путина, с вашей точки зрения, можно в чем-то убедить? Или вот вы говорите, что многие ему открывали какие-то вещи, которые он не узнал. Вы действительно думаете, что он об этих вещах ничего не знает? Ну, я думаю, что можно убедить. Другое дело, понимаете, в любую историю можно представить в разном свете. И, к сожалению, бывает так, что правозащитники рассказывают ему о каком-то деле и говорят, что вот история вот такая. А потом, после того, как они уходят, эту же историю силовики преподносят совершенно в другом свете. И они оперируют каким-то таким вещам, как государственная безопасность, что-то еще. И вот, понимаете, я представляю, перед президентом стоит выбор, кому поверить. Либо правозащитникам, которых, опять же, те же силовики могут самих выставить в неприглядном виде и сказать, что там все они на западные гранты, например, существуют. Или у них какое-то не такое мышление, да, не пророссийское. Сказать можно все что угодно, про кого угодно. И вот как раз перед ним стоит выбор, кому поверить и как себя вести. Мне кажется, он часто принимает достаточно неожиданные решения, взвешенные. И бывает, что те же самые силовики не ожидают от него каких-то ходов. Вот законопроекта об экстремизме. Некоторое время назад же с Кремля пришел текст, в который смягчал лишь 282 статью, лишь в части первого нарушения, да, вот статья за репост. И только с повторным нарушением наступала его криминализация. Это не то, что предлагал Совет по правам человека. Это не то, что предлагали его члены. Это некий условный компромисс, который, ну, компромиссом-то, на самом деле, сложно назвать. Вот нет у вас ощущения, что вы будете некоторого рода такой витриной и как бы свидетельством того, что в России гражданство такое общество слушают, но не слышат. Вы знаете, даже если... Вы думаете, будет принимать все равно свои решения с некоторыми там такими нюансами, которые вводились в Совет по правам человека. Даже если вы совершенно правы, все равно у каждого из нас есть возможность хоть в каких-то историях помочь людям. Это будет здорово. И даже если там каждый член Совета по правам человека в течение года поможет там двум-трем семьям, там, не знаю, или остановит две-три незаконные свалки, ну, что-то сделать, хотя бы что-то, уже будем считать, что его миссия выполнима. Ну, вы не беспокоитесь, что вас начнут клевать, что вы работаете там... Сотрудничаете. Вы не работаете на власть, но сотрудничаете с властью и соглашаетесь играть в ее правила. Да, во-первых, нет никаких соглашений, которые бы вот даже были прописаны. Да, начнем с того. Мы совершенно свободные люди, и нас ни к чему не принуждают. И, более того, я уверена, что этого не произойдет. Никто никогда не согласовывает решение конкретного члена Совета по правам человека с, не знаю, там, с администрацией президента или с чем-то еще. Мы абсолютно независимы. Это раз. Во-вторых, наверное, вы знаете истории, когда члены СПЧ выступали категорически против каких-то действий власти. И, более того, некоторые из них попали в новый состав. Приведу пример Павла Чикова, который критиковал так, как только возможно, на мой взгляд. Он в Фейсбуке писал, в том числе позволял себе, может быть, даже не совсем корректные высказывания по поводу... Кстати, блог Павла Чикова на эту тему, можете на сайте их в Москве почитать, там он как раз объясняет, по каким параметрам, пунктам он критиковал, и сам даже, насколько я понимаю, удивился, потому что он остался. Да, да, да. Но вот он остался, и это тоже пример того, что власть может быть лояльна. Понимаете, мне кажется, они заинтересованы в нас хотя бы почему. Потому что замыливается глаз, иногда потеряется чувство реальности, абсолютно оно теряется. Всегда должны быть люди со стороны, которые укажут и скажут, вот, посмотрите, происходят какие-то абсурдные совершенно вещи, давайте остановимся, иначе мы там погрязнем в неправде, в крови, в чем угодно. Давайте к другим темам перейдем. Если у наших слушателей есть вопросы, обязательно задавайте их, плюс 7985-970-4545, в чате, в Ютьюбе, на канале «Эхо Москвы», где идет прямая трансляция, тоже можно это делать. Украинские моряки, члены НК, я знаю, навещали их, есть ли у вас информация? Вы сами не ходили. Да, вы знаете, да, просто у нас так получилось, и я считаю, что это очень хорошо, что целый десант наших правозащитников сразу же бросился в Лефортово, где они содержатся, и в Матросскую тишину, где непосредственно раненые сейчас находятся. И вот по итогам всех тех посещений я могу сказать, что все констатируют, с ними все в порядке, они бодры, веселы, ни на что не жалуются, и условиям содержания довольны. Я полагаю, что, может быть, даже они не ожидали, что с ними поступят достаточно так вот, что они окажутся в комфортных условиях. А что такое довольные условиям содержания? Ну, когда у них спрашивают, есть ли у них жалобы на что-то, например, на питание, есть ли у них жалобы там... То есть это отсутствие жалоб, а не присутствие удовольствия? Я думаю, да, я думаю, что мало удовольствия, в принципе, в том, что тебя задержали и поместили куда-то в такое похожее место, как Лефортово. А с другой стороны, у нас есть те, которые лечатся, и они тоже считают, что здорово, что, в принципе, им оказывают медицинскую помощь. А что это за ранение у них, напомните, пожалуйста? Не могу сказать точно, потому что, во-первых, это медицинская тайна, и... Но они не опубличивают это, да? Да, они, я так понимаю, не то, чтобы не хотят, но, по крайней мере, они не давали никому разрешение членов УНК ознакомиться с их медицинскими документами. Хотя же это ранение им известно, но можно о них говорить. Вы знаете, как говорят медики, что нет ничего такого, что представляло бы прям вот серьезные опасения, поэтому полагают, что они очень скоро пойдут на поправку. То есть они уже идут на поправку. Они в одной камере сидят или в разных? В разных, обязательно в разных. Потому что по одному делаю. Конечно, это главное условие. Более того, они будут еще на карантине, а карантин предполагает, изолированное содержание, поскольку, ну, якобы вдруг будут какие-то заболевания, что-то еще. Потом их переведут в камеры обычные, где у них будут сокамерники. Я так полагаю, что это могут быть какие-то люди, которые подозреваются по статьям госизмена, шпионаж, терроризм. Таких достаточно много сейчас, насколько... У Блифорта много. ...говорил Иван Павлов. В три раза увеличилось количество селящих партнеров. Это правда. А какие-то возможные межнациональные, так скажем, терки? Конечно, возможно. Конечно, все зависит от того, что персонажи оказываются там. Сложно сказать по характеру, какие они. Но если, например, такого посадят с кем-нибудь, кто будет придерживаться каких-то там, не знаю, взглядов. Есть же такие люди, которые очень верят в наши власти, очень доверяют и считают, что Украина вообще во всем виновата. В бандеровце. Да, и поэтому вдруг они окажутся вместе. Я не исключаю, что они начнут там между собой не просто ругаться, но и рукоприкладством заниматься. А следователи работают с украинскими военнослужащими? Они обязаны это делать. А вы не спрашиваете? К сожалению, нет. Но, собственно, такую информацию нам не предоставляют. Но сейчас очень строго с такими делами, которые вот по подобным статьям. И считается, что если нам даже заключенный начинает просто говорить, что там вчера к нему приходил следователь, что это уже там составляет некую тайну и вот могут разговор прерывать, наше общение с ними. Ну, тут что скажешь? С ними сложно спорить, потому что они не принимают никакие наши аргументы. Ну, они же не по госизмене сами-то проходят? Получается, нет. Но вот находятся они сейчас как раз в том изоляторе, где большинство людей обвиняем в этих статьях. Это сейчас? Да. То есть, ну, а перспектива попасть туда же, к этим заключенным, которые сидят по госизмене. Да, я думаю, да. Ну, потому что эти статьи, как же называется, бьются между собой. Ну, мне кажется, это логично, да? Я к тому, что просто статьи по госизмене обычно всегда проходят дальше при рассмотрении в очень закрытом режиме. Да, и членов НК, насколько я знаю, там ограничения другие, более интересные. И в судах потом, как правило, закрытые процессы. Закрытые судебные процессы. Здесь пока никаких ограничений нет. Ну, ограничений нет в каком смысле? Все, что касается, например, дальнейшего продления, меры пресечения и всего прочего, я думаю, что это будет происходить за закрытыми дверями, и туда не пустят никого. Тут, что касается ограничений, связанных с тем, чтобы узнать, в каком они состоянии, как они себя чувствуют, их нет. А сами они не высказывали опасения или боязни переводиться в камеры с другими? Нет, вы знаете, все члены НК, которых посетили, в один голос говорят, что моряки ничего не боятся, чувствуют себя, повторюсь, достаточно бодро. И, собственно, считают, что сейчас не в таком положении. В программе «Персонально ваш» сегодня Ева Меркачева, журналист московского комсомольца и член президентского совета по правам человека. Через пять минут мы вернемся в студию. Не забывайте, что идет прямая трансляция на нашем канале в YouTube «Эхо Москвы». Персонально ваш. Здравствуйте, часов 30 минут в Москве. Добрый день. Новости на «Эхе». Тверской суд Москвы арестовал на 25 суток правозащитника Льва Пономарева за призыв на акцию в защиту фигурантов Пензенского дела и дела нового величия. 2 декабря на Пономарево сообщество. Дмитрий Песков не исключил, что возможен обмен этих моряков. Россия наверняка рассмотрит конкретные предложения по обмену украинских моряков, задержанных в Керчевском проливе, но будет ли ответ, неизвестно. Об этом сказал представитель президента. Как вы относитесь к этой идее? Считаете ли вы правильным поскорее политический этот обмен на акцию? Вы знаете, я вообще в принципе за обмены. И более того, я считаю, что не только по политическим всяким мотивам стоит меняться, но и по самым разным другим. У нас есть огромное количество заключенных, которые получили сроки здесь, в России, и мечтают, чтобы их отправили в Узбекистан, в родной, отбывать наказание. Я не знаю, на Кубу, где угодно. У нас очень много иностранцев. И поверьте, они все считают, что лучше быть не в нашей колонии, а там у себя, даже если там априори условия хуже. Объясню почему. Почему? Потому что, во-первых, родственники ближе, они всегда имеют доступ туда, плюс переписка, она не осложняется. Вот у нас сейчас в московских изоляторах мы пытаемся только внедрить новую систему, когда станут с помощью Google-приводчика или Яндекс-приводчика переводить письма, потому что не было штатной единицы человека, который не просто был бы цензором, но еще и переводил. И, соответственно, у иностранцев письма просто не принимали. И была потеряна связь. Мы находили некоторых, в том числе еще остаются у нас до сих пор болельщики, задержанные во время чемпионата мира по футболу. Да, да, да. Это наши или иностранцы? Иностранцы, да. Некоторые из них уже получили сроки небольшие совершенно. В основном это все кражи. И они признаются вину. Украл сумку, украл кошелек. Они получили небольшие сроки, но они сейчас пытаются в апелляции это оспорить в том плане, что хотят меньше срока. Они считают, что у них там на родине, они, наверное, за кражу сумочки или за то, что они у кого-то там телефон взяли, получили бы гораздо меньше, чем здесь. А сроки административные или их по этапу куда-то отправят? Их собираются отправить по этапу, потому что они получили реальное лишение свободы. Уголовка, то есть. Да, уголовка. У каждого разный срок, но это обычно год или два года. Небольшие сроки, но для них это катастрофично. И они вот все это время, пока вот сейчас апелляция идет, лишены возможности общаться с родственниками. Потому что, повторюсь, не было переписка налажена, не принимали просто письма. А сейчас в бутырке, вот в первой стартует вот эта наша идея, да, новация. Мы надеемся, что будут вот хотя бы в таком режиме. Пусть это будет очень корявый перевод, да, но тем не менее, чтобы цензор смог прочитать, понять, в чем суть, и отправить эти письма. И могли точно так же родственники присылать. А когда мы их бы всех взяли бы и просто, ну, подарили тем странам, да? А это не милирует вообще систему права? Все-таки если есть преступление, должно быть наказание в своих странах. Да, мы абсолютно согласны. Но смотрите, во-первых, даже содержать вот такого, того же кубинца, да, который получил у нас два года за кражу сумки, которую, кстати, вернули. Нашли и сразу же вернули. Его содержать в нашей тюрьме очень дорого. Если посчитать вот какая нагрузка. А не дороже, чем нашего, вообще, в принципе, нагрузка большая в финансовое время. Одно дело, когда мы наших граждан как бы учим, да, тем самым, что мы их наказываем, их и других. А иностранцы, вот зачем, за его... Россия щедрая душа. Ну, может быть. На иностранцев хватит. Перчаток всем. Вы знаете, есть прекрасный способ наказать такого человека. Просто лишить его навсегда права въезда в страну. И все иностранцы будут знать, что если что-то совершил на территории России, ты больше туда просто не попадешь. То есть, если речь не связана, насколько я понимаю, с преступлением против личности, да? Да, да. Убийство, усилие. Да, если же, конечно, если речь идет о преступлении против личности, это совсем другая история. Потому что здесь есть потерпевшие конкретные, да, которые, конечно же, ну, не то чтобы жаждут мести, но они хотя бы хотят видеть и знать, что тот человек, который вот с ними так поступил, или с их близким, если речь идет о убийстве, что он вот находится у нас где-нибудь там в полярной сове, да, или где-то еще, и что ему тяжело приходится. Это важный аспект. Но это все-таки большая разница. Это заключенные, которые задержаны за конкретные проделки, преступления и нарушения, и они даже признают свою вину. Здесь-то мы уже понимаем, что это не... Это политическая история. Хорошо, окей, это уголовная история только с российской точки зрения, с точки зрения российского государства. Да, но государство российское совершенно уверено, что они диверсанты, они нарушили целостность нашей границы, и судят, будут судить, я так полагаю, моряков, исключительно исходя вот из этих принципов основополагающих и нашего российского закона. Что касается обмена, на мой взгляд, он не просто как бы не исключен, а он нужен, потому что огромное количество наших граждан находится на территории других государств. Почему бы не поменять? Я считаю, что можно было бы выменять Марию Бутину. Вот зачем ей там маяться в Америке? Может быть, Америка там согласилась бы как-то Бутину на одного моряка. Ну, я не знаю, как уж там должны дипломаты договориться, но в любом случае, я полагаю, что держать наших граждан за границей, а нам со своей стороны держать иностранцев, ну, нет никакой выгоды, если это не какая-то такая особая история, да, и когда мы понимаем, что есть некие другие рычаги, либо же расследуется преступление, которое без нахождения этих людей, да, на нашей территории не дойдет до своего логического завершения. На Украине тоже есть наши моряки задержанные. Просто не создает ли это такую практику заложничества? Вы знаете, попадается по специально или не специально представитель одной стороны, другая сторона каким-то образом должна взять заложников в себе. Не портит ли это общую картину? Ну, если говорить про отношения наши с Украиной, они, в принципе, картина настолько испорчена, что ее вряд ли что-то еще может ухудшить. А что касается обмена, я считаю, что все наши граждане, которые были задержаны на Украине, должны вернуться все-таки к нам, и пусть это произойдет путем обмена. Точно так же мы легко отдадим их граждан, и это будет, наверное, наилучший способ. Во-первых, потому что все равно за каждым таким арестованным стоит семья, да, есть куча близких, куча родных, которые тревожатся, волнуются, и на самом деле, мне кажется, мы просто успокоим этих людей. Сложно объяснить. Вот смотрите, допустим, говорим украинцам. Украинцы, отпустите, пожалуйста, наших граждан сюда, в Россию. У них семьи. Они говорят, ребята, а эти граждане, которых ваши, которых мы задерживаем, обвиняются в военных преступлениях, в убийствах, они покушались на жизни украинцев, у которых семьи. Как же мы можем, мол, это сделать? У них же позиция, вы давно уже договаривались об обмене всех на всех, и это не выполняется? Потому что они говорят, что вот уголовник. Всегда нужно идти вперед. Я считаю, что нужно рассматривать в прогрессии вот этот возможный обмен. И, кстати, я считаю, что Надежду Савченко можно было отпустить гораздо раньше, обменяв ее еще тогда. И смотрите, как только она покинула территорию нашей страны, наше московское СИЗО, информационный повод во многом вообще исчез. И она перестала быть интересна тем же украинцам. И в итоге даже история обрела такой, я бы сказала, курьезный поворот, когда ее задержали на Украине, поместили в СИЗО украинские власти. Она вспоминала те дни, которые провела в матросской тишине, ну не то чтобы с теплотой, но она, по крайней мере, сравнивала, говорила, что там было в СИЗО гораздо лучше. Ну да, окей. Мы опять же делаем скидку на то, что Надежда Савченко сейчас тоже политическая фигура, и публичные заявления ее тоже относятся к политической борьбе. Во многом, да? Не знаю уж в какой степени. А будете ли вы, обращаясь к президенту, поднимать этот вопрос? Тем более, что он теперь как-то с вами тоже связан. Ну, вы знаете, я этот вопрос вряд ли буду поднимать, потому что, во-первых, есть эксперты по этой теме, и всегда я считаю, что нужно, чтобы люди занимались своим делом. Если я эксперт в условиях содержания, я могу, ссылаясь на любые нормы закона, зная мировую практику, сказать, что должно быть так и никак иначе, что человек должен мыться столько-то раз в день, есть вот такие-то продукты за решеткой, то в данном вопросе я, к сожалению, не эксперт. И я думаю, что тут должны быть наши правозащитники, которые имеют опыт и, может быть, даже дипломатическая работа. Среди них, кстати, есть ученые у нас там в Совете, есть в кафедре МГУ, есть действительно люди, которые могут подойти с научной точки зрения вот к этому процессу и, может быть, представить такой план обмена, который бы всех устроил. Вот прям проработать и продумать его. — Ева Меркачева у нас в эфире про школы. Вас хотим спросить. Много же историй с тем, что учителя конфликтуют с учениками. И вот в Гачинском лицее скандал большой грозят молодому человеку, 13-летним даже уголовкой, потому что он создал в ВКонтакте паблик, где публиковал такие мемные картинки на педагогов. Педагоги обижаются. Ну, всегда же ведь такое было. Рисовали какие-то, не знаю, там, карикатуры. — Просто обижаются, пишут заявление в прокуратуру. То есть не бьют, конечно, что уже хорошо, но реагируют болезнью. — Реагируют очень остро. — Вы с кем? Как мама? — Я же мать. — Я с детьми объясню, почему. Потому что в том, что они обращаются в прокуратуру, они как бы ставят себя с ними на равных, как будто разговаривают со взрослым человеком. И они абсолютно, по сути, отвергают свой статус воспитателя, педагога, который, конечно же, не может подать в суд на человека, который у него находится на попечении. И это очень странная история, когда учителя расписываются в своем бессилии и поступают таким образом. — И как надо? — Как надо. Слушайте, на самом деле, конечно же, в каждой школе 10, 20 и 30 лет назад все это существовало. Я прекрасно помню, когда я училась, у нас на партах даже были нарисованы карикатуры на педагогов. — Вы сами рисовали? — Я нет, но они были нарисованы. И я иногда смотрела, и мне кое-что нравилось. — Ставили лайк. — Да, я ставила виртуальный некий лайк. У нас, более того, у некоторых педагогов были клички достаточно неприятные, но это все было, и от этого никуда не деться. И задача как раз учителя сделать так, чтобы все-таки ученики, если не испытывали такое восхищение перед ним, то хотя бы уважение, чтобы избавиться от этой практики. Но уж ни в коем случае не бежать сразу в суд. — Вас вызывают на родительское собрание, например, там же присутствует директор, и говорят, ваш сын вот это вот нарисовал, все ржут над педагогом, поговорите с ним, повлияйте. Как вы будете объяснять, что нельзя, когда весь интернет у тебя делает мема, как вы будете объяснять, что нельзя над педагогом вот так вот глумиться? Если это можно считать глумлением. — Ну вот, знаете, надо как-то объяснять. Вы мне сейчас прям такую задачу поставили, я сразу начинаю думать. Это действительно абсолютно реальная история, она может произойти с каждым. Понимаете, получается, что новый век, новые технологии нам вызовы новые дают, потому что вот раньше не было там сети ВКонтакте, не было возможности в паблик что-то выложить. Сейчас это и есть. И понятно, что там скоро там мои ролики какие-нибудь интересные в Ютубе будут. Были уже претенденты, когда некоторые ученики включали свои камеры и в прямом эфире транслировали то, что на уроках. Некоторые педагоги были категорически против этого, хотя вроде как у нас воспитательные процессы и образовательные процессы не закрыты, в отличие от дела уголовных по шпионажу или по каким-то другим. Но, тем не менее, педагогам это не нравилось, потому что они считали, что, во-первых, отвлекает это, ну и, во-вторых, понимаете, одно дело, когда учитель сосредоточен на уроке, на том, как его преподать, а второе, на том, как он будет выглядеть в глазах зрителей Ютуба. В общем, с другой стороны, вроде как закон не запрещает это. И, я говорю, появились новые вызовы, которые нужно сейчас решать. Нужно все это продумывать. Это уже действительно не просто там мема, не просто рисунок в школьной тетрадке и какая-то кличка, которая гуляет из класса в класс. А вот все это может придавать вот такой общественный резонанс, публичность. Надо подумать, как с этим быть. Но уж точно вам скажу, не надо сажать детей. Вот это будет самый неверный ход, который только можно себе придумать. Попродолжу, если позволите, рубрику «Я же мать». И другая история есть. Возможно, вы слышали, что такая какая-то массовая борьба сейчас с концертами рэп-исполнителей, в которых государственная структура находит то какую-то пропаганду, то матерные слова. Сегодня стало известно, что ВКонтакте набирает популярность паблик, где люди пытаются рассказать родителям такую памятку, распространяют, как отменить концерт группы, которая вам не нравится. Потому что дети эти группы очень любят, смотрят их в социальных сетях и ходят на их выступления. Вот вы узнаете, что ваш ребенок увлекается группой, где в песнях есть матерные какие-то выражения. Как вы будете поступать? Ну, опять же, нужно искать золотую середину, потому что творчество шнура, например, я лично очень люблю. Я считаю, что иногда он использует мат в качестве, не знаю, такого особого слова, которое может донести, может быть, так ярко, как нечто другое. Ну, вообще, я бы назвала это искусством, хотя, может быть, со мной не согласятся многие. Есть другая история. И, опять же, есть такие песни, которые призывают к чему-то, а есть те, которые просто говорят, как, помните, шнур пел, как все офигенно, немножко я перефразирую. Он просто радовался жизни в этой песне и в клипе, который был на нее снят. Недавно было распространено по сети письмо одной из матерей, которая уверяет, что дочка ее, по-моему, 16 или 17 лет, она слушала группу, сейчас забыла ее название, и там очень много было посвящено вот амфетамину и всяким таблеткам, которые... Это, по-моему, было письмо, только... И вот мне слушатели, наверное, больше скажут, там же это же, по-моему, вроде фейк, нет? Вот, я не знаю, по крайней мере, это письмо было... Письмо, я имею в виду. Написано было очень профессионально, мне показалось. Я бы подумала, либо мама действительно пребывает в таком, в ярких впечатлениях, в ощущении своего горя и хочет донести до остальных людей, что, во-первых, не должно такое творчество существовать, что это не творчество, если оно как раз призывает употреблять наркотики и говорить, что без них жизнь будет серая и скучная. И вот она рассказывает о том, как якобы у неё умерла дочка, после того, как употребила наркотики, становилось сердце, потому что было какое-то сочетание, ну и плюс индивидуальная особенность организма. Письмо на меня лично произвело очень сильное впечатление. Но, опять же, повторюсь, не нужно тогда вот брать шашку и махать ей сразу. Это же сдаётся на откуп силовиков. Не родители же объясняют своим детям, так получается, что та или иная песня, ну, не достойна их детей, а это отменяются концерты, сами группы подвергаются давлению, прессингу, вот это неправильно, потому что тем самым мы всё-таки нарушаем и свободу творчества, и свободу высказываться. А я полагаю, что должны быть, наверное, в школе какие-то просто разговоры об этом, на уроке литературы. У нас в своё время, когда я училась, была просто потрясающая, просто невероятная учительница, которая так нам рассказывала о жизни. То есть она учила нам по понятию, что культурно, что некультурно, что такое добро, что зло, что можно сделать, что нет. И мне казалось, что родители не дали нам того, что дала она, она одна. Понимаете, если бы такие наставники были в каждой школе, в каждом классе, действительно можно было бы таких моментов избежать. И поверьте, дети сейчас, они очень умные, и они разумные. Более того, я бы сказала, что поколение более духовное. Другое дело, что иногда в потоке в этом общем информация, оно тонет с одной стороны, с другой стороны как бы выключается вот некая система понимания, что хорошо, что плохо. И нам нужно как раз этот тумблер все время переключать, отслеживать. Ева Меркачева, эфир радиостанции «Эхо Москвы». Давайте расскажем новости о наших известных сидельцах. Давайте. Про кого в первую очередь нужно сказать, есть ли какие-то жалобы у, ну, известных, у губернаторов, у бизнесменов. Ну, да, губернаторы, которые у нас остались, у нас же многие уже пошли по этапу, как вы сами знаете, из тех, которые остались, у нас Гайзер сидит в Лефортово. Я скажу, что, честно говоря, он у меня производит сильное впечатление, потому что он сам по себе человек очень сильный. И реально, если вы будете с ним общаться, вы будете поражены, и вы никогда не скажете, что он уже, по-моему, больше трех лет в заключении. Он занимается спортом, он прекрасно выглядит. Если вы будете спрашивать, что плохого, он скажет, да все хорошо. И как будто бы нет вот этих серых стен, как будто нет решеток на окнах. Это, конечно, потрясается. Я, честно говоря, мало людей встречала, которые действительно так вот относятся к своему заключению, как к ретриту какому-то. Как просто некий участок духовного пути, жизненного пути. И вот в этом смысле Гайзер, конечно, заслуживает уважения. Есть те, которым очень тяжело. Я бесконечно могу говорить про Маркелова. Там кто-то будет меня останавливать и говорить, что вот он там, может быть, он не совершал того, в чем его обвиняют, но вот нехорошо в свое время там высказывался, да, там или еще что-то. Но, тем не менее, это действительно творческая натура. Человек, который там в изоляторе писал письма, поэмы, который влюбляется, да, страдает из-за того, что у него произошел такой разрыв с женой. Там масса всего такого у него романтического, творческого. Ему там настолько тяжело, что это просто не передать словами. И когда заходишь к нему, чувствуется вот эта боль. Мне кажется, все пропитано вот его страданиями, все кругом. И мне кажется, что пора уже все-таки отпустить этого человека. Как у Ирин Мамаев занимается спортом. Все хорошо. Рад решать сейчас вопрос о продлении нормалистов. Я, кстати, очень надеюсь, что все-таки суд их отпустит, потому что, мне кажется, хватит уже жестить. И ребята реально все поняли, все осознали. И как они это поняли? Я еще поняла, что до них дошло, это когда они были в ВВС. А когда уже они оказались в СИЗО, и, разумеется, осознали, что общество настроено против них. Вы знаете, там вот реально, даже с ними когда общаешься, совершенно другая картина. Но, во-первых, они никогда не представляют, что только что может с ними произойти. Они никогда не знали, что все на них могут ополчиться. И, в принципе, я думаю, что если их прямо сейчас отпустить, и если даже они получат какой-то условный срок или штраф, они никогда не повторяют того, что они сделали. Ну, вот правда, вот есть истории, которые надо заканчивать. У нас остается минута. Никита Белых и Алексей Улюкаев, о них вам что-нибудь известно? Я понимаю, что они уже не в вашем ведении. А, да, они сейчас в колониях. Вы знаете, Алексей Улюкаев, на самом деле, человек очень больной. Периодически его забирают в больницу. И за последнее время он провел наречение даже больше, чем непосредственно в самой колонии. В колонии же он занимается тем, что руководит библиотекой. Это ему нравится. Он там сделал такую своего рода ревизию, призывает всех заключенных, которые к нему приходят, читать такие-то книги, всех агитируют за классиков. А у Улюкаева серьезное какое-то заболевание? У Улюкаева целый ряд, целый букет. Но это связано, во-первых, с тем, что он все-таки человек пожилой. Во-вторых, у него был удар, наверное, по его организму после того, как он резко похудел. Вы, наверное, все замечали, как он был при власти, как он был министр. А потом у Улюкаева заключенный. Он сбросил чуть ли не половину своего веса. Был серьезный удар, у него давление скакало еще, когда в первый день его привезли в СИЗО, он целую ночь приходил в себя. Там врачи были с ним. Но что касается Никиты Белых, он, кстати, достаточно позитивный в колонии. И вот скоро у него будет встреча с женой там. Отлично. Спасибо огромное. Ева Меркачева, журналист Московского комсомольца, членом Президентского совета по правам человека в программе Перс. Продолжение следует...